Дальше культура была. Смотрите, что было, когда дочь Рислава Мудрого. Насчет мудрости я тут не буду спорить сейчас, это особый вопрос. Но его дочь Анна Ярославовна, когда вышла замуж за Геннадьева Первого, в 1044 году, если ее брать привычный, ее письма сохранились, где она пишет, что Париж это большая деревня, а Киев в то время был провинцией империи. Провинция, то есть окраина. По сравнению с Киевом Париж был вообще глухоманен. Это реальные письма. И она привезла к собой книги, а там ее муж короля Геннадьев Первый, король, читать писать не умел. Вот здесь я тоже привез, показать, что на чем пирать. Вот, допустим, если опираюсь на что-то, опираюсь на реальные документы. Вот, например, реальные королевские письма разных веков. Вот это пергаменты. Вот это, допустим, письмо, сейчас скажу точно, 1437 года. Реальное письмо. Ни копия, ни нечем. Вот видите, как Калигоров писал. Короли, в основном, не умели писать, не сидели грамотно были, писали. Я просто найду, есть письмо особое Чарльза, то есть Геннадьева Четвертого. Найду сейчас, секундочку, потому что здесь несколько, а вот он, кажется, нет? Сейчас, секундочку. А, да, вот. Вот письмо, 1562 год. Карл, Чарльз, посмотрите, как подписано, все написано не им, а вот подпись самого короля. Вот подпись короля. Внизу, видите, Чарльз. Первоклассник так не подписывает, согласитесь? Безграмотный был. Первоклассник. 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 Спасибо.